Приветули всем, с вами Лизка с корицей. Сегодня мы пришли к Бленту, чтобы посмотреть, что здесь есть новогоднего, прикольного к Новому году. Подписывайтесь на телеграм-канал Лизка с корицей, там классненько. Погнали, короче. Причем вот мы пришли, здесь елочки уже видно прикольные. Здесь вот есть с такими золотыми штучечками. Мне кажется, в последнее время такие вот модные, я часто замечаю за 5000 под скидки. Вот эта елка какая-то облезшая и странная, вот. А вот эта прикольная тоже, кстати. Ну, у нее такие очень искусственные палочки, но 13 тысяч, ну вообще-то дорого, считаю. Вот этот смешной очень. Смотрите, сколько видов конфет Мерси. Я только не вижу цену, смотрите здесь. А, вот, 279 рублей. Прикол, тут разные. О, вот эти прикольные. 699 рублей. Это получается с игрушкой, какой-то набор киндер-микс. Я не знаю, что в нем лежит, здесь не написано. Но здесь много разных единорожки какие-то эти, как их, рогатые. Рогатые звери, мишки. Ну, прикольно, кстати, прикольно. Интересно, это прям в нем лежат эти конфеты. Вот, вот это, вот это имба. 449 рублей, ребята. Здесь много всякой фигни, не знаю. Вот, 8 чупа-чупс и еще 6 чупа-чупс мини. Конфеты Миллер. Вау. Не знаю, вот это крутая штучка. Можно и подарить кому-то, и себе. Вау, вот это просто что-то, что-то с чем-то. За 1000 рублей. Это, как я понимаю, огромный киндер-сюрприз. Он прям такой жесткий, там, видимо, ну, какой-то пластиковый, я не знаю. Блин, плюшевые игрушки внутри. Мне кажется, это вообще крутой подарок. Я первый раз такое вижу. Интересно, там вообще шоколад есть. Наверное, да. Здесь такие маленькие за 149 рублей. О, их можно на елку повесить вообще. Кстати, он прикольно. А что здесь вообще? Буэна, киндер... Киндер буэна и киндер просто мини. Так, тут еще есть наборы фруктелла. О, здесь мармеладки, миллер, жвачка, чупа-чупсы, миллер еще. Здесь что-то как будто с Дедом Морозом произошло. У него нога сломана. А здесь не сломано, но я не понимаю, в чем прикол. Тебе он как будто застрял в этом, в чем-то. 1,2 метра. Это что такое? Это киндер обычной шоколадки. 1,2 метра. Тоже интересно так положить под елочку. Огромная она такая прямо. Так. Ну, вот таких я всякие не люблю, потому что они не очень вкусные. Если вот не от киндер или от каких-то других фирм, обычный шоколад почему-то мне прям вообще не нравится. То есть, ну, вот эти. Ну, он даже страшненький какой-то, мне кажется. Не знаю. Что-то с ним не так. Да и вот эти. Какой-то позор. Позор. Ребята, позор. Что здесь еще есть из нормального? Из нормального? Ну, здесь мини-такой наборчик 109 рублей. Это, если что, по карте ленты, кстати, 109 рублей со скидкой. Вот. Что здесь? Не понятно, что здесь. Желательный мармелад вроде бы. Две штуки. Чего-то две штуки. Телефон. Офигеть. А у него они прям нажимаются как будто. Ну, нет, не особо. Ребята, смотрите, что это вот. Какие-то бутылочки. Набор подарочный. Это какао-напитки 4 штуки. Я не знаю, сколько это стоит, но я это хочу здесь с корицей. Что-то вижу. С шоколадом. Короче, ребята, имба-имба. А вот это просто, смотрите, это же Майнкрафт. Фабрика подарков Деда Мороза. И по цене тоже не знаю. Здесь нет цен. Мне кажется, здесь очень много просто каких-то конфет по звуку. А вот еще набор чупа-чупсиков. 300 рублей, как я понимаю. Карамель чупа-чуп со вкусом клубники, киви. Две штуки. Что-то непонятно. Короче, чупа-чупс. Да, зато, кстати, она с наклейкой. Чупа-чупс и с наклейкой. Здесь все с дракончиками какими-то. О, боже. Это что-то сломанное. А есть починенное. Очень, кстати, тяжело в руке держать. 249 рублей. Динозавр такой огромный. Я бы это не ела. Милки-вэй, друзья. Здесь много всяких сникерсов. Милки-вэй, баунти-твиксов. Не знаю, сколько их здесь штук. Стоит 329 рублей. Вот еще, да. Орео 329 рублей. Тут с разными вкусами Орео. С двумя вкусами Орео. А вот это. 299 рублей. Мини-мини-микс. Это маленькие всякие вот эти мелки-вэй, баунти. Прикольно, кстати. Красиво. Красненько. И можно подписать от кого и кому. Это прикольно. А вот это. Милка. Сканируй и празднуй. А что там сканировать-то? Часы какие-то прикольные. Как будто, кстати, вообще не от Милки. Шоколадки. Не знаю, они не похожи на Шоколадки Милки. Поставься назад, пожалуйста. Помогите. А, чайный микс. Рождества. Вау. Это круто. Кардамон Эрл Грей. Инглиш. А, кстати, тут не особо что-то прикольное прям. Ну, такое себе. Но зато упаковка красивая новогодняя. А вот этот. Ой, сейчас я уроню на себя что-то. О, вот этот еще как будто красивее. Four Seasons чайной ассорти. Здесь больше всяких чаев разных. О, вот этот кленовый. Это имба. Кленовый очень вкусный. Цитрусовый с какой-то сливой. Ну, да. Я потерялась. А вот есть упаковочная бумага. По 100 рублей или вот 69. С мишками какими-то. О, вот эта хорошенькая такая обычная. С звездочками какими-то. Крафтовая. Что-то с Новым годом написано. Неплохо, неплохо. Здесь с печеньками имбирными. Тоже что-то с Новый год написано. Так. Ребята, здесь есть шапка Деда Мороза за 19 рублей. Мне кажется, это самое дешевое, что мы здесь можем найти. Мерей. За 19 рублей, мне кажется, это вообще топ. Ребята, шарики. Здесь по ценам вообще ничего не понятно. Но какие-то обычные круглые шарики. Вот есть пипка верхняя для елки. А вот эти вот, кстати, 19 рублей, да, шарик один? Ну, неплохой. Мне кажется, у меня такие дома где-то валяются. Я их не использую. Вот хлопушки. Здесь цена. Вот, 100 рублей хлопушка. Она, как я понимаю, такая разноцветная, конфетти. Кайфово. Елка вся в снегу за 10 тысяч рублей. Ну, кстати, прикольная. Ну, на ощупь она вот... Я, что-то, оторвала сейчас с нее. Не прям, но выглядит красиво. Что цепится с нее? А вот это, это что такое? Это прикреплено. Типа, сейчас я все сломаю. Вау. Вот еще елка за 4 тысячи. Она на ощупь поприятнее. Не сыпется вроде здесь вот шарики с клеем каким-то. Я его хочу оторвать зачем-то. Ну, ладно, короче. Не раздражает. Ладно. Звездочки такие советские. А вот еще бумага упаковочная. Цены нет. Вот розовенькая, кстати, вообще прикольная. Обычная такая, розовая. Ой, здесь тоже много разной. Кстати, красивая. Вот с олененками золотыми. Тут еще куча-куча шариков. Но они примерно в диапазоне от 300 до 700 рублей вроде бы. Такие наборчики. О, вот красивая звездочка. У меня такие розовенькие, похожие. Висят дома. Ну, такие наборы шаров. Я вообще такие никогда не покупаю, не беру, не знаю. Я обычно какими-то деревянными игрушками мы украшаем. Короче, не такими шариками. Но знаю, что многие украшают такими. Ой, а вот это... Это какой-то импостер. Но он огроменный. Он стоит вроде бы 170 рублей. Жесть, короче. Тофифи. Я в детстве обожала тофифи. Сейчас у меня, наверное, уже зубы не выдержит. Потому что она прилипает. Это карамель к зубам. Вот эти наборчики. Он какой-то помятый или он такой должен быть? Нет, он помятый. Вот. Лесной орех, мягкий карамель. Они, как я понимаю, все одинаковые. Просто типа сами коробочки отличаются. Потому что тофифи, оно и есть тофифи. По ценам. Ну, вот 199 рублей вот эти. Вот есть большой такой новогодний набор. 349 рублей. И такой еще тяжелый, кстати. 15 конфет. Как будто 15 конфет не так много. Может, это просто мне. О, вот этот длинный. Здесь внутри еще новогоднее задание какое-то. Не знаю, что это значит. Прикольно. Прикольно. А по цене вот этот большой, я не знаю. Я подпишу. Наборы от Милка. А, это не Милка. Да, это Милка. Тут просто еще Альпенгольд. Еще какой-то. Что сказать? Ну вот, порванный новогодний набор. Но здесь зато, кстати, видно, что здесь есть. Там холст вообще, конфетки, знаете, такие, типа, леденцы. Ладно, мы не будем ничего портить. Мне кажется, это такой самый разнообразный набор. А мы, кстати, были в шоке. Вы представляете? Фирма Милка. Фирма Киндер. Фирма Рафаэл. Это, короче, все Феррера Роше. Это все одно и то же. Я была в шоке, когда узнала. То есть, по сути, это все одна фирма, ребята. Поэтому здесь вот даже Альпенгольд и Орео. То есть, это, по сути, наверное, реально все одна фирма. Я в шоке. Зачем так? Вот есть какие-то, непонятно, коровы или не коровы. Ассортиз. Значит, здесь и коровы, и не коровы. А это еще за нежные пожелания. Конфеты с клубничной начинкой нежные. Это можно подарить кому-то нежному. Открой, напиши, закрой. А, офигеть. То есть, вот тут вот на коробке будет от кого кому. То есть, получается, оно сейчас прям должно открываться, что ли? Да, ребер. Не, я, конечно, все сломаю сейчас. Не буду. От ММДемс какой-то адвент-календарь, типа, с пазлом внутри. Здесь вон сколько всего. И ММДемсики, и сникерсы. И вот такой вот пазл внутри будет. Открой окошко, оторви квадратик, собери пазл. Шок просто. Мы пришли в отдел игрушек. Здесь, между прочим, очень большой выбор всего. Где, например, глаза разбегаются. Тут вот опять и шариков много различных. То есть, вот по цене не пойму, но вот здесь вот 29 рублей что-то дешевое. О, какая елка. Кстати, вот эта мне очень нравится. Она такая и пышная, и с серебряными кончиками. Шесть тысяч. В принципе, ну, нормально, по-моему. О, какой шарик. С этими, как это называется-то? Не знаю. Побряку. Побрякушки, да. Бокал. Вот такой вот. Там можно что-то налить. А вот гирлянды я люблю эти, светящиеся. Здесь вот они в коробочках светятся. Что-нибудь такое прикольное тут есть. Ну, здесь в основном классические такие гирлянды. В принципе, ценовой сегмент, нормально. А вот эти пушистики такие. Радко их потрогать нельзя. Мне вот там пледы понравились. Какие-то есть и чашечки. Вот. И подушечки здесь еще. Во, вот это хорошая новогодняя кружка. Тут прям можно налить. Интересно, сколько здесь миллилитров. Вот это, наверное, 690 миллилитров. Нихерово, нихерово. Вот еще с елочками такая. Это что такое? С мишкой. Это, то есть, можно подарить, и брелок будет у тебя. Ну, чашка странная, а мишка хороший. А вот розовый есть. Розовый. Красивый. Let it snow. Мило очень даже. И вот тут еще такой медведь. А я такие, да, на Валберис похожие видела. Это с снегом и с веточками, с ягодками. Очень прикольно. То есть, у нас все переворачивается там у вас. Какие-то могильные цветы. Но это нам не на Новый год. Подарочный набор здесь плед, получается, и маска для сна 699 рублей. 599 рублей. Прикольно. Здесь еще есть с пледом и со стаканчиком, с пледом и с носочками. Прикольно. Имба, мне кажется. А вот есть такой набор для мамы. Здесь, получается, прихваточки всякие. Как будто полотенчик какое-то. Вот это, не знаю, от него цена или нет. Это подушки новогодние. Ой, это такое, это полотенце, я знаю. Это скрученный вражочек. 100 рублей всего. Ну, мило положить так в пакетик подарочный со всеми другими подарками. Вот очень милый дракоши такой. У нас же год дракона. Сейчас, получается, будет очень даже миленько. Такие подушки. Но мне они не очень нравятся по качеству. Они такие какие-то. Ну, как будто дешевые, что ли. Не знаю, по качеству так. Не прям приятные. Тапочки есть даже новогодние. Ой, вот это что-то очень смешное. 119 рублей. Такой вот какой-то дракон странный. Ой, вот эти вообще какие-то уебищные. Слишком как-то, ну, не знаю. Идем к мишуре. Ну, мне, кстати, такая не очень нравится. Я люблю вот просто серебряную мишуру. Ну, типа такой, наверное. Вот. Вот это, кстати, да, прикольная такая мишура. Не знаю по цене, но примерно, наверное... Ну, да, она здесь вся, мне кажется, по 70 рублей. Кстати, матовая. Ничего такая. Вот это тоже ничего такая. Ну, смотря, что вам подбирать под какую-то елку. Ну, как это странно. Ну, вот это самое странное. Мне кажется, она как-то очень будет дешевить вашу елку. Дождик. Не знаю, я это не использую на Новый год обычно. Костюм карнавальный. Батик Гарри Поттер Полиэстер. Это мантия Гарри Поттера. Ребята, возраст 8-9 лет. Нам подходит. А это что такое? Это шапка для... Ой, это же... Тьфу ты, это костюмчик для питомца. Нам нужно на кота такую. Вот только поменьше. Что это еще? Вон, шапочки новогодние, снегурочкины. С косичками есть. Вот эти смешные, приколюшные. А у нас вот такая какая-то похожая. А, нет, ну, что-то похожая есть. Цены нет, бесплатно. А вот со зубенчиками. Да уж прикольно. И вот эти оленья ушки такие. 100 рублей вроде как. Прикольно, что звенит. А вот еще очки такие 149 рублей новогодние. У нас такие светящиеся вроде как есть, если они еще работают. Ну, вот галстук какой-то. Я вообще не понимаю, куда его использовать или что-то такое. Он же типа... Он же типа... А, он с резинкой я увидела, да. Ну, что-то мне лени его туда вешать. Вот эти коняшки милые, розовенькие такие. Зонтик. Не знаю, не знаю. Прикольно. Пацаны, непонятно. А вот это что? Набор таких каких-то куколок смешных. А вот деревянные прикольные санки, допустим. Что тут написано? Иксмос с сердечком. Только повесил. Они звенят даже чуть-чуть. О, вот эти красивые. Я вот такие люблю. Ну, мне такие мамы любят. Ой, а что это? Тут как будто что-то висеть должна была. Тут можно долго рыться в этих игрушках. Их, на самом деле, очень много. Как в помойках. Ну, как, да. Но они тут половина, вот, допустим, сломанной. Лежат. Ну, непонятно, что с ними делать. Ой, вот эти прикольные тиграты какие-то. Пришли к каким-то хлопушкам. Здесь большой выбор различных. Как я понимаю, здесь какие-то кругленькие. Там всякие разные. А вот есть огроменная. Сколько такая стоит? 50 сантиметров. Это 129 рублей всего. Как будто она должна дорожить. Что? Мне кажется, это не то, что это. Это 50 сантиметров? Да, как будто. Ну, значит, это 29 рублей. Она огромная такая прям. Здесь вот, ну да, 30 рублей маленькая получается хлопушка. Знаете, маленькие хлопушки не советую брать. Они обычно вообще не выстреливают. И просто вот так высыпаешь из нее. Давай возьмем пару маленьких. Потому что там на видосе плотно. Да? Да. Давай. Это за 70 по 1. Бой, давайте за 70 возьмем хлопушку с перламутровым конфетти. Ребята, кайфанем. Home Club. Здесь, кстати, все. Я заметила. Вот Home Club какая-то фирма. Я просто, блин, тени отовариваюсь обычно. Очень интересно. А его надо снять пленочку? Не знаю. Она же в пленочке. Она же в пленочке была. Все. Ну, это она же в пленочке была. Глеб, ее вот это надо было снять, пленочку, и потом он выстрелил. Кто знал, что это? Блядь, Глеб. Да, блядь. Китайскую херню продают, блядь. Глеб, ты не снял пленочку. Есть еще вот спрей для декора морозные узоры. Я знаю, некоторые делают на стеклах какой-то декор. А вот этими, типа, это как снег такой в виде спрея. У меня это как было в детстве. Во, а вот здесь еще такой искусственный снег. А вот, да, тут, типа, какая-то странная штуковина с кучей хлопушек различных, тоже дешевых таких. Кайфово. Ребята, у нас был розыгрыш суперлайков. Отправляю суперлайки подписчикам. Надо точно уточнить, это ли ее аккаунт. Я надеюсь, она ответит. Вдруг не ей. Здесь есть такие баночки из 2015 года. Модные были когда-то. Не знаю, ну, по 100 рублей, в принципе. Может, кому-то это нужно. Может быть. Свечки, кстати. Ну, я вот, вот это, наверное, свеча какая-то. У меня теперь хлопушка в руке. Не знаю, ребята, свеча это или нет. Тут вообще ничего не написано. Есть вот такие подсвечники. Кстати, вот это прикольный. Я даже видела в Пинтересте. Люди специально на подсвечник вяжут что-то такое вот и надевают. Так что это, считай, тренд. А вот я нашел этот более-менее нормальный. Вот есть вот такая вот баночка, кстати. Вот это уже плюс-минус тренд сейчас. Ну, вот эта елочка очень смешная. Но, в принципе, почему бы и нет? Если без этой елочки, то вообще неплохо. У нас, похоже, есть стакан без всего новогоднего с крышкой. Здесь есть чашка. Подожди, это же как удобнее. Чашка с календарем на 24-й год. Типа ты пьешь и составляешь свои планы. Вот сидишь, типа, это мне нужно. Не, ну, ой, она грязная внутри. А здесь что-то... Сейчас уроню сейчас что-то. А, здесь вот такой дракон. Прикольно. Здесь разных цветов такие есть. Вот голубенькая есть такая. Это... Нет, это уже не то. Голубенькая есть такая еще. Чашки. Ну, вот, кстати, 299 рублей. Неплохо. Из такой вот как будто керамики. А это, может, и керамика. Это керамика. Вот. Крутая. И вот эта тоже, кстати. В принципе, прямо такие трендовые. Вот тоже. 199 рублей всего. Берите на заметку классные чашечки. А вот миска. 249 рублей с оленем. Тоже керамика. Очень даже прикольная. Для супов. Супов. Вот тарелка. Кстати, вот прям с неровными краями такая. Как ручная. Что-то в этом имеется. Ой, это что такое смешное? Это я не понимаю. Банка. 400 рублей. Ну, просто банка, видимо. Я везде теперь ставлю вот так вначале эту штуку. Плед. Мне нравится. Двухсторонний плед. Мягенький прям такой. 500 рублей. Хороший. А вот этот прям подарочек такой. Прям положил, в пакетчик подарил. Хороший. По качеству прикольный. О, вот это прикол. Такая подушка снежинка. Я бы прям поставила. Мягенькая, приятная. По цене, вот, честно говоря, не знаю, не знаю. 600 рублей вроде бы. А вот это, насколько я понимаю, это какой-то коврик под елку. В середине он должен что-либирить или это просто коврик? Как будто просто коврик. Ну и под елку тоже, почему нет? Белье постельное новогоднее. У меня, кстати, никогда не было постельного белья новогоднего. Я не знаю. Ну, многие покупают, чтобы прям такое было везде. Крисмас-крисмас. Ну, вот, тысячу рублей с прикольными Дед Морозами, сердечками. Вот такой акварельный рисунок на них. Вообще, что ли, 899 рублей? Не пойму. Тут разные комплекты. Вот этот прикольный комплект. Здесь, получается, в нем полутораспальный с подушкой и одеялом. 1300 рублей. Кайф. Нет, здесь нормально, так нормально. Скатерть новогодняя. Вот красная, 1500. А вот здесь 799 рублей какая-то скатерть. Тоже круто. С золотыми какими-то фринтифлюшками. О, мне вот это нравится. Я всегда пеку новогоднее печенье перед Новым годом. Прикольный набор. Можно и в подарок кому-нибудь, чтобы делать такие печеньки. То есть, здесь и лопатка, и мини-скалка, и четыре формочки для печенья. Кстати, прикольный набор такой. Здесь вот еще такой большой есть, получится побольше. Тут с другими формочками, что ли. Вот он другой. А вот 184 рубля, много формочек. Круто. Можно наделать печенье различного, чтобы легко вырезал, да и все. Чашка в виде Деда Мороза. 349 рублей. Мне нравится. Так, что здесь еще я вот рассматриваю? Ну, мне такое не очень интересует. Новогодние коробочки для упаковки подарков. Классные. Ну, кстати, а нет, вот, наверное, 199 рублей коробочка. Блин, кайфовые. В них, получается, что-нибудь положил, подарил. Хочу посмотреть, она белая. Она не белая внутри, розовая. Это даже круче. Круче. Есть побольше такие. Тут тоже есть такие побольше всякие. Они уже вот 300 рублей будут стоить. Есть пакетики новогодние, 89 рублей. Пакетик такой. Вот этот мне нравится, он милый, прям такой. Кстати, вот как будто, сейчас, вот за вот этим, мне что-то нравится, как будто, вот. Ну, вот это мне не нравится надпись. Пусть случится волшебство, но карусель. Очень эстетик, я считаю, эстетик. Во, с шелкунчиком, с Новым Годом, такой крафтовый и с блесточками нарисованный такой. А с другой стороны... Я все равно убрал надписи. Ну, да, действительно, без надписи было бы лучше. Но любят испортить все-таки пакетик, любят испортить. Есть побольше пакета. Тут тоже надпись. Ну, вот согласись, надпись убрать вообще идеально. Рафаэлла с маракуйей. Вы такое вообще видели? Я в шоке сейчас. Я думаю, он, правда, на самом деле не отличается по вкусу от обычной. Написано limited edition. Нет, а вот это... Это же просто... Это же просто... Это вот... Ну, то есть, почти с мой рост. Здесь печенья различные. Идь! Мне кажется, это подарить просто я бы очень обрадовалась. Потому что, насколько я знаю, это вот фирма, у него очень вкусное печенье. 799 рублей такой наборчик. По скидке. Я не знаю, сколько в нем печенья. Типа... Здесь написано, может? В нем большой состав только написан. Нашли еще вот таких много игрушек, которые можно, ну, просто украсить или же поставить под елку. Вот этот олененок мне очень нравится. Приятный на ощупь такой. Классный, милый. Можно его поставить так под елочку или просто на полочку. По цене, как будто это не он. Не знаю цену его. Ой, я зацепилась за оленя. Ой, он меня держит. Суисайд. Я теперь в блестках. Ну, вот такие мне меньше нравятся. Вот этот. Ой, он как будто, знаете, такой вяленый, вязанный такой, из такой шерсти, что ли. Вот 1400. Вот этот. Он не очень приятный на ощупь, потому что он как елка. Но выглядит красиво. Всего, кстати, бедные олени. Всего 529 рублей. Так, это мое. Я вот таком всегда мечтала в детстве, потому что это как будто бы вот в американских фильмах они такие вот зажигали. Вот такой странный вот именно розеткой зажигали. И у них в комнате вот этот олень горит в углу где-нибудь стоит. Интересно, кстати, не видно, как он горит. Было бы прикольно посмотреть. Вот. А сколько он такой стоит вообще олень-то? Неизвестно. Мы не знаем цену. И еще вот такие есть. Мне вообще такие не очень нравятся. Я знаю, что их тоже под елку ставят. И рядом с елкой. Но по мне так они какие-то немного дебильные. Ну, если на посмешуще только. Ой. Такие. Ну, странные. Я не знаю. Я не очень люблю такие игрушки. Он тяжелый такой. У него что-то, видимо, в попе у него мягкие шарики. Вот 500 рублей. Не знаю. Может, кто-то такое любит. Ну, вот тут у него такая борода. Но он очень смешной. Я не знаю. Я не люблю такие прям очень смешные игрушки. Для меня жестовое это скорее эстетика, чем что-то смешное. Я где-то свою хлопушку потеряла. А вот она. Все, ребята. Всем по кассике. Мы устали. Вот походили. Возьмем сейчас хлопушку. Наверное, ее хлопнем. В принципе, не знаю. Тут много чего новогоднего. Мне кажется, можно найти. Классненько походили. Посмотрели, что тут есть. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там сейчас у нас розыгрыши различные проходят. Вот, возможно, понравится. Там комфортно и уютненько. Еще в описании можете посмотреть. Там есть ссылочка на донаты. И там есть карточка моя. Ну, можете там что-нибудь скинуть. Вот. Буду очень вам благодарна. Всех люблю. Ой, похуй. Друзья, буду очень рада, если вы меня поддержите. Можно переводом на вот эту карточку. Номер есть также в описании. Или по ссылке Donation Alerts. Она тоже в описании. Буду делать топ донатеров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok